Диагноз коронавирус за прошедшие сутки услышали 513 жителей Одесской области. Из них 283 одесситы и 231 жители региона. Сейчас в инфекционной больнице находится 164 пациента, 123 в тяжелом состоянии. С подозрением на ковид своих результатов ожидают 15 человек. Более тысячи пациентов получили негативные тесты. Однако продолжаются и летальные исходы. В Минздраве сообщили о 10 умерших от осложнений коронавируса. За последние сутки зафиксировали 6 случаев заражения у детей. Все они находятся на самоизоляции. Сейчас в опорных городских больницах Одессы свободны 334 койки для госпитализации тяжелых пациентов. Одесские волонтеры рассказывают, новогодние праздники прошли в работе. Ежедневно благотворительный фонд «Корпорация монстров» поступали и продолжают поступать десятки сообщений с просьбами о помощи. Активисты вынуждены включаться в борьбу с коронавирусом, так как некоторые городские больницы, в частности 5 и 11, не сразу принимают пациентов и быстро выписывают тех, чья сатурация ниже нормы в связи с большим количеством пациентов. Среди больных врачи выделяют три категории пациентов, которые в первую очередь нуждаются в кислороде. Первая – люди, ожидающие госпитализации, которые не могут попасть в стационар по ряду причин. Невозможность перевозки или недостаток средств. Вторая – основная группа пациенты, которые имеют кислородную зависимость после выхода из стационара. Третья – палиативные пациенты и пожилые люди, которые нуждаются в кислороде из-за осложнений. В парке кислородников аппаратов пока хватает, отмечают в благотворительном фонде. 150 устройств находятся в областных и городских больницах. Еще более 50 так называемых домашних концентраторов используют одесситы. Пациенты получают их у волонтеров по назначению врача, предоставляя копию паспорта и кода, а также заполняя договор на бесплатную аренду.